Всем привет, ребят, с вами Илюша, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Pain in the Town Red. Итак, ребят, карта называется Mental Breakdowns, то есть психические осколки. Конечно, странное, ребят, название для этой карты, но мы это в процессе узнаем. Как вы видите, ребят, мы играем за копов. Мы приехали в какой-то непонятный домик, который находится в центре леса, и давайте узнавать, что у нас тогда тут такого происходит. Вообще таинственную. Давайте я сначала возьму щит и вот эту дубиночку замечательную, потому что надо быть всегда готовым к каким-нибудь обстоятельствам, и надо давать всегда отпор. Поэтому вот я взял такое оружие. Ну что ж, смотрите, у нас тут еще одна тропиночка ведет еще в какой-то непонятный домик. Давайте посмотрим, что в нем. Тут у нас коп тоже наш, кстати, стоит и расследует какое-то дело. Тут нашего чувака, как я понял, убили, да? Жестоко причем. Ладно, давайте тогда не будем им мешать, пусть дальше расследуют. И, скорее всего, ребят, нам надо идти в этот дом. Все карты сводятся именно на этом. Ну что ж, давайте тогда проверять, что у нас тут. Тут у нас, кстати, почему-то из наших никого нету, окей. И везде все в крови, кстати. Тут у нас, кажется, был дежурный, и его тоже гокнули, к сожалению. Давайте тогда дальше идти. Тут я понял, раньше были какие-то камеры. Скорее всего, это вообще тюрьма, ребят, не знаю, что тут было. Но почему-то тут, ребят, все очень плохо. И на меня, кстати, бежит какой-то огромный зэк. Так, получай, получай, чувак, офига себе, ребят. Этот зэк хоть и один огромный, но он какой-то неубиваемый, капец. Так, зэк, несмотря на то, что ты один, я тебя все равно должен дернуть. Так, давайте возьмем дубиночку. Тихо, только не бей меня. Все, отлично. И сейчас мы тебя, думаю, до конца замочим в эту дубинку, потому что, ну блин, ну смотрите, сколько я уже раз в него попал, и он все равно не убивается. Это капец. Какое мне оружие тогда взять? О, ребят, я еще одну дубинку нашел. Капец, сколько тут дубиночек. Так, давай, чувак, иди. А, ребят, смотрите, как он осторожненько на меня идет. Но, наконец-таки, я его замочил. И это хорошо. Давайте тогда дальше возвращаться. Или тут, смотрите, еще какая-то дверька есть. Давайте тогда в нее войдем. И тут у нас тоже, смотрите, нас встречают какие-то зэки. Как я понял, ребята, это скорее всего какой-то заговор. Они сделали, устроили бунт. Такой психологический, что аж сначала незаметно было, как они все это сделали. Или, смотрите, да, уже 8 человек осталось. Неужели так быстро все вот это происходит? Может быть, там наших копов убили? Или что-то типа в этом роде. Давайте посмотрим. Выйдем из этого убежища, или что это такое? Выйдем из этой тюрьмы. И посмотрим, что у нас снаружи там вообще происходит. Потому что неизвестно, что случилось с нашими людьми. Почему так мало их? Да, ребят, как я ожидал, скорее всего, наших там перемочили. Потому что больше я никого, к сожалению, не вижу. Так, окей. А, тут мы были или нет? Что-то какое-то странное помещение. И что это? Кнопочка. Так, я, ребят, просто тупо включил свет. Окей. Ну, хотя, мне вывалились гаечные ключи. Они мне сейчас точно, ребят, понадобятся. Ну что ж, давайте, идите сюда, идите сюда. За моих копов я сейчас буду мстить. Раз вы тут погром какой-то устроили. Бунт совершили. Я сейчас вам дам бунт. Никакой бунт. Все будете до сих пор сидеть в гнить в тюрьме своей. Так, тебя сейчас добью, чувак. Фига себе, ребят. Вот какие тут зэки, на самом-то деле, на этой карте сильные. Я сколько раз им ножом только что покоцал их. И им вообще наплевать. Давайте сейчас тогда табуретка, что ли, бах, никого нет. И возьмем гаечный ключ. Давайте тогда гаечным ключом мы добьем вот этих чуваков. Их, в принципе, осталось, ребят, уже трое, двое. А где еще тут двое тогда чуваков? Окей. Странненько. Давайте я подберу новый гаечный ключ. Еще, кстати, ребят, есть какая-то дверька. И давайте в нее зайдем. Может быть, тут у нас что-то таится. Да, ребят, смотрите, как я знал, тут нас поджидали два чувака. И они убили наших копов. Их, кстати, тут тоже было двое. Но почему-то копы не смогли справиться с какими-то зэками. Ну ладно, пофиг. Давайте тогда сейчас мы попробуем их убить. Один, кстати, только что протаранил своего. Так, и мне показывает, что остался один человек. Но, кажется, я кого-то из этих двоих не добил. Да, ребят, вот он встает. И, чувак, я тебя только что добил. Чтобы ты больше не убивал моих напарников. И не создавал какие-то такие левые бунты. Ну что ж, давайте тогда заканчивать этот уровень. Вот, кстати, наша полосочка синяя. На которой заканчивается вообще все это действие. И за 5.26 мы прошли этот уровень. Ну что ж, такой загадочный, прикольный уровень. Мне он понравился. И давайте тогда приступать к следующему уровню. И что ж, ребят, последняя карта, в которую мы сегодня поиграем, называется Pirate Caves Part 2. То есть мы в первую часть этой карты играли. Я думаю, вы помните. И вышла вторая часть. И, кстати, неплохо хвалит. Поэтому давайте приступать. И что ж, ребят, вот у нас вторая часть. Кстати, начинается она вот тут. Мы, в принципе, заканчивали первую часть на этом моменте. Так что давайте тогда продолжать. Это, в принципе, интересненько. И, как всегда, у нас какие-то есть наводочки. То есть нам показывает стрелочка идти туда. Но сзади нас стоят чуваки. Поэтому, я думаю, нам надо их обязательно бахнуть. Чтобы мы взяли какое-нибудь оружие с них. Вот, допустим, я нашел лопату. То я обязательно прям чувствовал, ребят, что тут есть какой-то хороший лут. Так, ну что ж, вроде этого мы чувака убили. Да, он готов. И давайте тогда с лопаткой уже будем спокойненько фигачить вот эту громилу. Которую мы просто тупо, ребят, фигачили так, что он у вас отлетел. Ну что ж, пока что хороших оружий я не вижу. И это что это? А, это стол. Я подумал, это какая-то фигня. Я подумал, это скелет динозавра вообще. Как-то странно показалось. Ладно, давайте сейчас тогда мы добьем еще вот этого бородатого чувака. И продолжаем идти дальше. Тут у нас какой-то обрыв. Окей, надо аккуратненько идти. Поэтому я возьму весло на всякий случай. И что у нас тут есть? Удочку я не буду брать, потому что она слишком короткая по сравнению с веслом. И давайте тогда мочить вот этих чуваков. Раз они на нас. Тут тоже бочку катят свою. Я тебя сейчас просто вот так толкну. И есть еще какое-нибудь оружие. Вот, удочка, отлично. Сейчас мы удочкой тут, ребят, всех затыкаем. Тебя, чувак, затыкаем. И нам надо еще что-то достать. Вот, допустим, я взял, ребят, табурет. И вот так фигачим вот этого чувака. И его добиваем окурком. Все, отлично. Окорочком, точнее, ребят, извиняюсь. Давайте я опять возьму лопаточку свою любимую. И, в принципе... А, во, ребят, смотрите. Я только подумал про оружие. Что никакого оружия нормального нету. И я сразу нашел саблю. Это меня радует. Но давайте дальше проходить. Что у нас тут находится? Тут у нас вообще, ребят, какая-то огромная пещера. Думаю, я буду порядочно ее проходить. Поэтому давайте тогда рубить наших соперников. Так, получай, чувак. Ты еще получай. И, блин, все. Мои оружия кончились, к сожалению. Так что давайте я попробую сейчас попытать вот этот меч взять. И убить этого дурацкого пирата. Ну что ж, все. Пират замочен, ребят. Точнее, капитан пиратов. И мы продолжаем свой путь. У нас... Ой! Ребят, what the fuck? Вы это видели? Это, на самом деле, не так уж и просто. Надо паркурить. Поэтому сейчас мы, думаю, вернемся к тому моменту. Ну что ж, ребят, примерно я на этом моменте остановился. Я сейчас сделал просто хитрое. Взял, пробежал мимо всех вот этих чуваков. Так, в смысле? Ты откуда появился тут? И просто тупо пробежал, ребят. Я их даже не трогал. По фасту так дошел до этого места. Давайте я сейчас хочу столкнуть вот этого чувака. Самому бы не столкнуться. Все, у него был приступ виблепсии. И он свалился. Интересно, он обратно, что ли? Типа, поднимается. Нет, ребят, смотрите, он вроде пропал. Ладно, окей. А, к нам еще. Он реально возрождается, ребят, откуда-то. Вот сейчас он точно куда-то упал. Слишком далеко. Я надеюсь, он сейчас не появится тут. Просто ради эксперимента постою чуть-чуть. И опять, ребят, он возрождается. Ладно, окей, пофиг тогда на него. Надеюсь, ребят, уровень будет проходиться не из-за того, что я должен тут всех убить. А просто там будет стоять чекпоинт. Потому что, если я окажусь в такой ситуации, то будет очень плохо. Тут, во-первых, чуваки-то походятся. А, во-вторых, я очень много пропустил наших соперников. И, возможно, я не смогу пройти тогда этот уровень. Но зато можно считать чисто, ребят, по-своему. То, что я его прошел. Ну, как бы мы дошли до конца. И все. Ну что ж, я пока что, ребят, пытаюсь как-то паркурить. Сейчас мы вот тебя, чувак, замочим. Отлично. Еще чуть-чуть, по-моему, он бы замахнулся. Он, точнее, уже замахнулся. Но мы успели вовремя дать отпор. Ну что ж, ребят, взял я такой небольшой кинжалик. И нам надо сейчас как-то аккуратненько взять и перепрыгнуть эту пропасть. Отличненько. И тут у нас сразу же, ребят, ждет еще один чувак. Мы его просто вот так возьмем, столкнем. И я, конечно же, возьму щит. Нельзя же просто брать и не воспользоваться этой ситуацией. Потому что щит это очень хорошее оружие. Так, чуваки, сейчас я к вам приду. Так, тихо, тихо, тихо. Давайте мы сейчас просто вот так сделаем. И все. А сейчас мы будем ждать наших чуваков. И будем их вот так убивать. Аккуратненько. Чтобы никто не пострадал. Особенно я. Фух ты, ребят, ни хрена себе. Это что это сейчас было? Охренеть. Я тут просто тупо... Вы видите, ребят, что я делаю, да? У меня нет оружия. И у меня просто очень мало ХП. И я уже практически прошел уровень. Окей. Ладно, давайте сейчас бороду вот эту зафигачим. Черную. Так, чувак. Давай тут погибай. Все, ребят, отлично. Надо, ребят, по-человечески до конца пройти уровень. То есть, все-таки поубивать кого-то. А то так как-то не очень интересно. Давайте я сейчас попытаюсь, наверное, к этому пирату прыгнуть. Мы сейчас его столкнем вот так. И все. Теперь еще, чувак, мы себя добьем. До всех, ребят, очередь дойдет. Так что не переживайте, не переживайте, что я вас обделил вниманием. Ну что ж, давайте, может быть, тогда еще вот этого чувака добьем. Ну а к остальным уже как-то далековато, что ли, идти. Поэтому я просто возьму вот эту катанку. Потому что мне нравятся катаны. И что ж. Давайте проходить тогда этот уровень. В принципе, вообще можно было по фасту пройти. Просто тупо брать, бежать и все. Но на самом деле мы прошли его, в принципе, наполовину так. Ну что ж, ребят, за 3 минуты 15 секунд мы прошли этот уровень. И если хотите продолжение Painter Town Red, то пишите обязательно об этом в комментариях. Ну а с вами был Илюша. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зовите друзей. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok